Ударились Спасибо Спасибо за видео Спасибо Я собрал для вас ровно 100 интересных и местами необычных фактов Которые касаются такого измерения как Незер Вам должно понравиться Так что ставьте свои пальцы вверх В комментариях напишите сколько фактов вы уже знали А также возможную тему с следующего подобного ролика Давайте начинать Впервые что-то похожее на Незер появилось 7 января 2017 Не знал Я хочу счетчик Скажите как может быть сайт называется где вот просто Клики считаются Вот 1,2,3 Сейчас Блять О Все Есть Я буду кликать и нормально Я вам могу вывести но наверное похуй Ну это плохо Не знал Не знал Не знал Не знал То есть ночь придумал ну не как дополнение а как ну типа вещь для Hyperloop блять Дель Ты меньше пройдешь Ты меньше пройдешь чтобы вот здесь вот пройти аж вот столько Так что такое чувство что нет Это я знаю Это я знаю Это В семье квартира на чужое имя И он много играет в Майнкрафт где он создал жуткий моб Что он там зомби Зомби свинолют Хуйня Я не буду это считать я этого не знал но я не буду это считать блять Определение лавы в Незере примерно 4 блока в секунду В верхнем мире Энди 0,6 блока Будьте очень аккуратны добывая Незерит Как я сказал раньше зомби свиночеловек был добавлен в игру самим Нотчем Он его придумал Но вот текстуру для этого моба создал некий игрок под ником Зафобия Знак благодарности Нотч добавил подписку текстуры в которой написал спасибо за фобия Некуя себе ладно Некоторые предметные блоки не функционируют в нижнем мире Мы можем разместить кровать но если попытаться уснуть она взорвется Часы здесь не показывают время они бегают из стороны в сторону Карты тоже ничем не помогут они не будут корректно отображать местность Но маркеры работать будут без проблем Длительный период времени портала нижнего мира нужно было строить за четкой схемой Минимум и максимум 4 на 5 блоков обсидиана Но начиная с версии 1.7.2 разработчики изменили это правило Минимум остался прежним но максимальный портал это 23 на 23 блока обсидиана Каждый знает что сквозь портал могут проходить не только игроки но и мобы а также блоки сущности Но сквозь них можно перемещать еще и предметы стрелы и даже фейерверки Незер это довольно сухое место поэтому выращивать какие-либо посевы там невозможно Точнее это стало невозможным после версии 1.15 Дело в том что после этого обновления мокрая губка после размещения моментально остановилась Мне кажется возможно все равно Сухой но этой версии губка могла подпитывать влагой ваши посевы Че блять ре... Так Блять ребят я два раза нажму потому что я тут охуел В нижнем мире 10 октября 2010 года ровно 13 лет назад Ночь опубликовал у себя первый снимок Незера Он продемонстрировал генерацию а также лавовые озера Ночь решил добавить функцию подрыва кровати в Незере А нет не видел Только потому что он хотел добавить уникальный способ перерождения для каждого измерения Звезда нижнего мира имеет иммунитет ко всем видам взрыва Но важно подметить что помимо этого она еще имеет самый длительный период перед деспауном То есть после того как она выпала у вас есть примерно около 10 минут чтобы ее отдавать В версии бета 1.3 в игре появилась текстура плачущего обсидиана Блок к сожалению не стал частью игры Джеб говорил о том что он хочет добавить его в игру в качестве способа воскрешения в Незере Позже текстуру удалили из игры а Джеб пообещал что он добавит его в игру Так и получилось плачущий обсидия нужен для создания босса Это первый моб босс которого нужно призывать в игре при помощи особой конструкции Джеб признался что вдохновился террарией Именно в этой игре он увидел такую механику призыва боссов Как вы знаете в Майнкрафте практически нет подсказок и объяснений как играть Но разработчики Ну это такой себе факт я не знаю ну лайк поставлю плюс Но будут различные способы Например они добавили особую картину на которой изображен процесс создания конструкции для призыва визора На момент создания этого видео в Майнкрафте существует целых 23 достижения Которые так или иначе связаны с нижним миром Скелеты из сушителей были добавлены Джебом только для того чтобы усложнить добычу голов для призыва из сушителя Изначально он не планировал их добавлять Официальное полностью задокументированное имя визора это Симонс Об этом в четвертом выпуске Ask Mojang заявил Квин Рихтер Ассоциированный продюсер Mojang Studios Который работает руководителем программы Майнкрафт Маркетплейс Если вы создадите резной красный песчаник то сможете увидеть на нем изображение визора Эти блоки также генерируют Хотелось бы побольше таких блоков всяких Вместе с пустынным храмом Почему так происходит официальных объяснений нет Перед полноценным добавлением плачущего обсидина в обновление Незера Команда разработчиков рассматривала возможность его получения после попадания молнии в обычный блок обсидиана Бля это было бы круто я не знал лайк поставлю И бросив его через портал в Незер Однако они выбрали получение этого блока посредством бартера с пиглинами Блин ну с молнией вообще круто звучит Незера разработчики также думали добавить еще одну версию обсидиана Треснувшую Она должна была встречаться в разрушенных порталах Незера В итоге от этой идеи отказались и выбрали вместо треснувшего обсидиана плачущий Не совсем обычный факт но Mojang совместно с Noble Collection Создали набор необычных шахмат под названием героя верхнего мира против враждебных мобов В качестве короля черных фигур выступает визор Фигурки сделаны из пластмассы но под стиль каменного мрамора Цена набора 69 долларов Скелеты и сушители имеют шанс в 11% появиться в мире Майнкрафта с мечом в левой руке в качестве основной Во всех остальных моментах они держат меч с обычными скелетами Скелеты и сушители не могут появиться с луками в руках В отличии от своих ближних родственников из верхнего мира Но если же призвать его при помощи команды То все стрелы которые он будет выпускать в игрока будут с эффектом огня Даже если лук не был зачарован В октябре 2000 Нихуя чё блять В 2022 года Можинг совместно с компанией Ravensburger выпустили настольную игру Portal Dash Это командная игра Главная цель и задача как можно быстрее выбраться из нижнего мира добравшись до портала На пути вам будут встречаться мобы из нижнего мира Для настольной игры Portal Dash был придуман уникальный моб Древний Хоглин На легком уровне игры у него 20 сердечек жизни А на сложном ровно 25 сердечек В целом планов по добавлению этого моба в игру у разработчиков нет Тем более уникальных способностей у него тоже нет В 2017 году впервые было предоставлено голосование за мобов Одним из четырёх мобов был Парящий пламень Этот моб имел тело состоящее из щитов Которые защищали его от любых атак Он должен был появляться группами и атаковать игрока в Незере при помощи ударной волны К сожалению он выбыл во втором туре голосования Парящий пламень всё же смог стать частью Майнкрафта только для другой игры Minecraft Dungeons Только там ему дали другое имя Wildfire Изначально он должен был стать частью платного дополнения Flames of the Nether Но разработчики не успели его добавить и просто оставили его статуи в одной из локаций Позже он всё же попал в игру в сезонном приключении Luminous Night Впервые про Незерскую крепость рассказал Джек Он выложил в твиттере несколько скриншотов Во первых было немного видно новую структуру А вот во втором скриншоте каждый мог отчётливо увидеть её во всей красе В ноябре 2013 года было выпущено музыкальное обновление В целом было добавлено целых семнадцать новых треков от композитора C418 Для Нижнего мира было добавлено четыре музыкальных композиции Я говорил вам о том что Ночь не очень сильно хотел прибегать к использованию уже существующих религиозных названий Но на самом же деле до версии 1.13 в игре существовал биом ад Позже его переименовали в Незер Получается всё же использовал религиозные названия После попадания в нижний мир в течение времени в верхнем мире полностью замирает Если конечно же вы играете в одиночной игре Поэтому по сути Незер это вневременное пространство Каждый игрок может спокойно пробраться на подлог нижнего мира Для этого достаточно прокопаться душой Нет подожди минус Ну блять Чё за хуйня Не это хуйня Я убираю В смысле мир замирает Во первых на сервере не замирает Во вторых если просто Ну мир замирает если ты отойдешь от прогруженных чанков Тоже они просто ну там мир замрёт Хуйня Самого верха И сломать как можно больше Незерака А затем бросить эндер пёрл Таким образом вы как бы телепортируетесь сквозь блоки Пиглины охотятся на Хоглинов После убийства Хоглина Пиглины имеют шанс в 10% начать свой победный танец Они просто виляют головой и поднимают руки Чем больше пиглинов находится после убийства Тем выше становится этот шанс Незер в Легаси Конс Флэдишн был полностью ограничен Его окружала стена из Бедрука Размер Незер развесил от размера верхнего мира Классический размер составлял 1 к 3 Для средних 1 к 6 А для больших 1 к 8 Генри Книборг Один из бывших разработчиков Выложил у себя на канале небольшой отрывок с победным танцем Хоглинов Конечно же это была шутка И такого в игру никто не планировал Да блять было бы охуенно Повлять Но в целом это было очень забавно На самом деле древние обломки это очень токсичный блок Который заражает Незер Для того чтобы обеззараживать среду Разработчики специально добавили биом багрового и искажённого леса Все из-за того что там растут грибы Которые даже в реальном мире помогают обеззараживать внешнюю среду За весь период сотрудничества Майнкрафта и компании Лего Было выпущено всего 12 лего наборов Которые были полностью посвящены нижнему миру В старых версиях Майнкрафта время от времени В верхнем мире возле порталов Незер Иногда могли появляться зомби свинолюди Ночь впервые прислал версии Майнкрафт Для новостных игровых порталов Чтобы они могли заранее протестировать новые обновления А если быть точным Незер Этими двумя новостными сайтами были PC Gamer и Indie Games Они продемонстрировали новые измерения А также активацию портала 1 апреля 2011 года Команда Pink Geek Чтобы разыграть свою аудиторию Выпустила фейковую рекламу своего нового продукта USB Desktop Nether Portal Он должен был служить бесконечным пространством для документов Если вам все же захочется получить себе настоящий портал в нижний мир То такая возможность есть Всего за 49 долларов и 95% Бля прикольно выглядит Но не за 49 долларов ебать Но выглядит клево Купить себе портал в Незер Который послужит вам ночной лампой В нем даже есть глиттер Пользователь под неком Микли В 2010 году предложил ночью концепт зомби-свинолюда Он должен был выглядеть как обычный человек-свинья Ночью понравился этот концепт настолько сильно Он же еще хотел жилки жителями сделать Он даже подарил ему особый беконовый плащ В итоге конечно он его забрал Так как другие пользователи начали просить тоже вот эти уникальные плащи Один из старых разработчиков Майкл Стойк Когда-то планировал добавить небольшие порталы в Незер Размером всего 3 на 4 блока Он даже показал скриншот Но конечно же в официальный релиз это не попало Вы хотели бы видеть такие порталы в игре? Несколько лет назад Моджанг и Маттл объединились Чтобы прорекламировать фигурки по Майнкрафту И создали мини-сериал В последней серии одно из заданий было пройти Незера сражаясь с монстрами В конечном итоге они отказались его проходить К слову я сделал перевод и озвучку на втором канале Можете посмотреть в описании На данный момент в Майнкрафте существует 26 видов разрушенных порталов 13 для верхнего мира и 13 для нижнего мира Возле каждого разрушенного портала Можно найти сундук с сокровищами Как по мне самый ценный предмет там это Золотое зачарованное яблоко Найти его можно с шансом в полтора процента Но что примечательно С таким же шансом в этом сундуке можно найти колокол На старой телефонной версии бадрок издания Майнкрафта Не было Незера Вместо него была особая структура Блять это кайфово было Это крутая Это вроде костыльная идея Но такая крутая блять Незерский шпиль Разрушенные порталы Незера Генерируются в каждом биоме Незера А также в каждом биоме верхнего мира Исключением является биом темной глубины Там порталы найти нельзя В старых версиях командного издания Майнкрафта Было особое сооружение Которые должны были построить игроки Блять почему оно еще такое уебское было Как раз оно служило для того чтобы призвать В верхний мир Незерский шпиль Все в той же старой версии был добавлен необычный блок Смечащийся обсидиан Его нельзя было создать А только добыть в Незерском шпиле Его единственной функцией было Излучение света мощностью в 12 единиц Для того чтобы Незерский реактор заработал И создал шпиль Нужно было заполучить особый блок Ядро Создать его можно было всего из 6 слитков железа А также 3 алмазов Но только господа Ну такой просто интересный факт Что этот крафт Его можно было всего В те времена Майнкрафт был ограничен же Я не знаю Но где-то Наверное 10 на 10 чанков И Ну алмазов ты не мог Бесконечно рано или поздно Лутать И Ну И алмазы пиздец Тогда было искать И когда мы В выживании Мы с телефонов играли Мы открыли этот портал Ебать Я охуел Ну я эти алмазы не добывал вообще Мой кент говорит Ебать Я накопал Алмазы Всю ночь копал Три алмаза накопал Сейчас я сделаю Я тебе покажу Смотри И такой Берет все показывает И такой Ебать Ну во первых для меня было То что Ну накопать три алмаза Это вообще пиздец Ну вот А во вторых Вот эта хуйня генерируется Я такой Ебать Че нахуй А потом оказалось То что он какую-то программу Скачал блять И я к нему зашел Блять в домик И у него сундуки Нахуй из алмазов Потому что он читерскую Какую-то программу Блять скачал Для меня Все наебнулось Нахуй Вся вот это вот Чудо блять Все восхищение Своим другом Вот А потом он мне скинул Эту программу тоже Из шести слитков железа А также трех алмазов Гигантские Незерские порталы Имеют всего пять процентов Шанса появиться Как в нижнем Так и в верхнем мире Как я уже говорил раньше В джава-издании игры Нет обучения Мы должны учиться Смотря на игровой мир Для этого разработчики Добавили наездников На страйдерах С небольшим шансом Верхом на страйдере Может появиться Зомбифицированный пиглин В руках он будет держать Гриб на удочке Тем самым как бы указывая Игрокам что нужно Чтобы переплыть Озеро лавы Бастион И Незерская крепость Не могут появиться Друг возле друга Разве что если Границы их региона Будут соприкасаться Если вы такое увидели Даже внутри друг друга Было 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 У нас Я не помню на каком сезоне На Испы такая была Матси сити Это был вообще разъёб хайт Вот эта локация в крепости Называется комната лавового колодца Да оказывается это колодец Если забрать источник лавы То там даже есть пространство Но будьте внимательны Сломав блок Можно упасть Я уже говорил вам о том Что крепость Никак не может появиться Возле бастиона Но есть другой интересный факт Вероятность того Что вместо бастиона Появится крепость Ровно 40% В то время как на бедруке 33,3% Мне кажется Вы не раз замечали Что иногда В крепости Может не быть комнаты с Незерским наростом Все это связано С багом Который разработчики Не могут исправить Уже примерно 3 года Гигантские грибы Это по сути деревья Поэтому багровый искаженный гриб Это своего рода саженец Но они никак Не могут вырасти Самостоятельно Без вмешательства игрока И костной муки Когда вы добываете Древние ломки Вот это я не знал Я даже не задумывался Просто Один блок лавы То это не ошибка игры Все так и задумано Разработчики намеренно Их добавили И дали им даже имя Скрытая лава В верхнем мире Древние ископаемые Считаются загенерируемые фишки К ним входит также деревья Въепустынные колодцы И еще много всего Но вот в нижнем мире Они являются как раз структурами Незерская крепость Состоит всего из 12 помещений Из них она генерируется В гигантскую запотанную структуру Брутальный пиглин Был придуман намного позже Официального обновления Из-за него разработчики Решили сделать особые Минорные обновления Надо на момент Чтобы нахуя Кстати вообще бесполезный Уёбок Если считать наездников То 14 У брутального пиглина 25 сердечек жизни Во время как у обычного Всего 8 сердечек Все это из-за дополнительной Защиты на его левой руке Золотая пластина служит Как бы щитом Отбивая удары противников Древние поломки Это единственная руда В Майнкрафте Которая имеет взрывоустойчивость В 1200 единиц Брутальный пиглин Единственный в Незеремоб Который не возрождается После убийства Они генерируются Только вместе с бастионами Древние обломки Это фактические остатки Шахтерской деятельности Пиглинов Которые добыли всю Первоначальную Незеритовую руду То есть да Изначально Незеритовая руда Существовала На что потратили её пиглины Это загадка Забавный факт Насчёт охоты Обычных брутальных пиглин В бедрок издания Майнкрафта Они могут присоединиться К охоте на хоглинов В то время как на джава Они наоборот Не могут стать частью этого события Есть крайне маленький шанс Того что вы сможете найти Огромную залежу Древних обломков Который будет состоять Из двадцати блоков Генерация может создать Кластер из пяти обломков А потом соединить их В четырёх углах чанков В одном Не я Я знаю факт Что надо на стыках чанков Копать обломки Но чтобы вот так Нахуй Ну лайк Ебать Сразу двадцать пять штук Найти пиздец Из снапшотов для версии 1.14 Страйдеры имели техсу же с плавником Плавника к сожалению Видно не было В следующем снапшоте Плавник был удалён Гаст имеет такое название Из-за Говарда Лавкрафта Дело в том Что в английском языке Гаст Это архаичное слово Означающее призрачный Страйдеры были добавлены В качестве транспортного Средства для перемещения По озерам лавы Это подтвердили сами разработчики В Бедрок Из-за Майкрафта Малыши пиглинов Могут подражать взрослым пиглинам Когда они начинают Издавать звуки злости Планировалось Что у страйдеров Будет своя уникальная броня И седло Но от этого решили отказаться Но зато мы получим Броню для волков У Незера наибольшее количество Уникальных звуков окружения Целых сто двадцать шесть штук Для сравнения В верхнем мире И Энди Всего сорок один звук В 2023 году Вышла новая игра Во вселенной Майнкрафта А именно Майнкрафт Леджендс В которой разные создания Из нижнего мира Пытаются захватить верхний мир Для этой игры Было придумано Крайне много новых монстров Некоторые из них Возможно станут частью Оригинальной игры Первого начала Страйдер после выхода из лавы Должен был прыгать в конвульсиях Подобно рыбам на суше После этого медленно терять здоровье Разработчики Отказались от такого решения Из-за того что это выглядело Довольно жутко В Майнкрафт Леджендс Пиглины могут спокойно Передвигаться по верхнему миру Без страха быть зомбифицированными Этому дали объяснение Сами разработчики Дело в том Что они вдыхают споры Незерского нароста Многие игроки Начали спрашивать Мужин о том Как же пиглины в нижнем мире Создают арбалеты Там ведь используются нить Которую нельзя найти В этом измерении На что разработчики Просто добавили дропы В виде ниток страйдеру В игровых файлах Есть звук гаста Который не используется По сей день Можете послушать его Думаю многие знать Что хоглины Очень бо.. Блять я его как будто слышал Щас 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 Я играл в какую-то карту Со страшилкой И там этот звук Воспроизводился Яц искаженных грибов Разработчики заявили Что они их избегают Из-за неприятного запаха А активированные порталы Их просто раздражают Своими странными звуками Некоторые звуки гаста Которые используются в игре Издавала кошка Композитора С418 Когда тот пытался Ее гладить Во время ее сна Он записал их Обработал И добавил в игру Вот это один из первых Концептартов обновления Незера Здесь изображены гигантские Блять не Оно выглядит бомбом Кибердавки Которые в конечном итоге Превратились в отдельные Биомы с грибами Изначально Тихонько Блин но гигантская бородавка Тоже клево Но разработчики Просто не успели его реализовать Поэтому выдвинули его На голосование за мобов Где он победил Это позор Разработчики планировали Что обновление Незера Будет под номером 1.13 Но в итоге Решили создать Водное обновление Для Майнкрафт Данженс Вышла отдельная платная DLC Под названием Пламя Нижнего Мира В нем Пиглины и склеты и сушители Сражаются бок о бок Против игроков Позже разработчики Объяснили это тем Что на них влияли частицы Сфер господства Архи Зловреда Команда разработчиков Создала специальную книгу Руководства Как правильно себя вести в Незере Она вышла в 2017 году К сожалению Все эти книги Полная охуня Это мы ебаловы Во второй новелле Которую написала Трэйси Батист Под названием Майнкрафт Авария Главные герои Постоянно переследовали эндермены Главные герои Убегали от них И даже пытались прятаться В нижнем мире Но из-за кое-каких проблем Я не хочу вам спойлерить Им это не удавалось В третьей книге Которую написала Мерла Ферти Под названием Майнкрафт Утерянные дневники Практически все действия Проходили в нижнем мире Главные герои Искали волшебника Который живет в этом измерении Чтобы вернуться в свой мир Майнкрафт Моб Сквад Никогда не говори Незер Это один стремонник Ну я не знал артефакты На млайт не буду даже ставить Потому что это похуйня полная И второй написанный Данилой Доусон Вкусного десерта Незерские портальные рулетики На вид очень вкусно Но я их пока не готовил Вау Ролик вышел действительно Господа Ну по моему счетчику Я не знал 24 факта Ну были еще которые я не знал Но они были хуйней Я насчитал 24 От которых я прям прихуел такой Вот И ну это Каждый Каждый четвертый факт получается Ну мне прохайп Очень долгим и необычным Нет Это все это лайк Так Такое чувство что видосов по долгам меньше не становится Продолжение следует